Ну что же, друзья, Dota 2 Champions League Десятый сезон продолжается Chilox против Yet another team Best of 3 противостояние, которое началось Неожиданной, на самом деле, победой Yet another team Для всех, мне кажется И, возможно, в какой-то степени Даже для самих Yet another team Первая игра так и закончилась Посмотрим, что будет на второй карте В принципе, варианты Выиграть у Chilox Имеются, тем более, что к ним вернулся Maybe next time, я вот вижу Ну это, наверное, самый Главный аргумент в их пользу Все-таки замены играть и в полном составе Это абсолютно разные вещи Понимание другое Игры, да, взаимопонимание У ребят Смотрим драфты второй карты Смотрим, чем планируют играть В этот раз Вижу, появился необычный герой Лич Это интересно Это непонятно куда Это пятерка, наверное, под ЦК Да, Гримстрог, линия с Сент-Кингом Ну и кого-то в мид доберут, например У Чилок же Марс, Висп, линия Энчантрис И кто-то еще пойдут в легкую Вот кто, Джигернаут Ну он защищен здесь от всей этой бешеной магии Да, который в избытке Да, который в избытке у Ета Назар Тим Ну с одной стороны Да, он защищен Ну такой необычный на самом деле Корп от Виспа Прям совсем необычный Будем смотреть Вообще интересно, что Виспа в принципе Оставили на такую стадию Да, то есть это Даже не первая стадия Виспа Это вторая стадия пиков Интересно Но при этом у Ета Назар Тим Какая-то прям супер-классная Интересная комбинация Гримстро, Клич Да и ЦК Сент-Кинг Тоже в нее хорошо вписываются Но это должно все так Классно сработать И действительно против Джигера Это работает очень плохо Потому что он либо в Блэйд Фьюри Либо в Омни Слэше То есть Такое Много опций Доджить вот этот весь урон Который будет приходить Магический, да Там ульт Лича Ульт Сент-Кинга Всегда Джигернаут Скорее всего Сможет этого избежать Ну единственный вариант Это напасть на него До того, как он нажмет Свои кнопки Убить его за это время То есть выпустить Не выпустить из контроля Тоже реально вполне Для Ета Назар Тим Надо просто эти кнопки Хорошо нажимать Ну и наверное Мидеры нужны И тем, и другим Да, мидеры Не помешали бы А еще Есть какие-то спириты еще Эмберы Войд спириты Ну да Любые спириты здесь Хорошо А еще не помешали бы На самом деле Коэффициентике От наших друзей Из инлайн Что там у нас После первой карты Ситуация наверняка Поменялась Ну естественно Да, 1.52 Теперь на Это на Steam 2.35 На Чилекс Ну на карту Зеркально 1.43 2.40 Так что По-прежнему Чилекс Очень высоко Котируется Это еще и потому Что Они в полном составе Теперь играют Так что Смотрим Смотрим Чем Закончат Свои драфты Команды И разберемся Будет ли у нас Сегодня Серия В 3 карты Или все-таки Опять все По 2.0 Я вот Редко Когда Верю в ЦК Просто На самом деле Мне ЦК Вот наверное Один из тех Коров Который Вот Наверное Кроме Исполнения Дахака Ну вот Не могу сказать Что где-то Он выделялся То есть Это всегда Кор Который Либо он У него все хорошо Он выигрывает игру В соло Да Просто Буквально в соло Может там Найти какие-то киллы Забирает себе Кучу артефактов Он очень большой Становится Его тяжело пробить Он с крита Выносит Любого саппорта С фантазмом И так далее Либо Это герой Который вообще Теряется по игре Его супер легко Пробить По типу Тот же Джайгер Вполне Способен Появляется Спиритбрейкер У Ятаназ Что вообще Что за Прикольно Такой Офлайн спиритбрейкер И Центральная линия Сэндкинг Что-то такое Ну похоже на то Да Станы 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 Куча станов Эмбер появился Некомфортная игра Для Эмбера Как мне кажется Гримстроук Много контроля Магию Сколько-то доджат Но здесь физики Достаточно И Все равно Пробьют Если зафиксируют БКБ игры Здесь нет Для него Ни для кого Да Интересно Интересно Будет Поглядеть На этого Спиритбрейкера Такой герой Который тоже Подвыпал У нас Из меты За счет того Что его Чуть-чуть Подфиксили После прошлого Патча Как раз В прошлом патче Он мог сносить Там пачку Крипов Очень легко Пробегая мимо С Шэдоу Блейдом Да и в принципе Он гораздо больше урона На все Как по мне Сейчас Герой Который Он работает Точно так же Но просто Чуть-чуть слабее Да Я помню Наверное Самое Крутое Использование Спиритбрейкера Которое я видел За последние Наверное 3-4 сезона До 2 цела Это Были Энтити Которые ставили Этого Спиритбрейкера Как на тройку Тоби играл Вроде бы Так и Катаоми Играл Если я не ошибаюсь На пятерке То есть Спиритбрейкер Там у них Постоянно в пике Появлялся И у них Были очень Классные Комбинации Под этого Спиритбрейкера То есть Влетает Спиритбрейкер Дают Стрелу Мираны Туда Залетает Санстрайк От Штормштормера И тому подобное Здесь Такой комбинации Какой-то Да Потому что Может контролить Его Блейдфьюри Ну и В целом Не особо Боится Энчантрас И Марса Так что Посмотрим Посмотрим Очень интересно Будет поглядеть На этого Спиритбрейкера Но Вообще Пик Етаназер Тим Мне Прям очень Импонирует Если у них Все будет Залетать Вот вся их Комба С Гримстроуком Личом И Сэндкингом Ну я думаю Что только Джаггернаут За счет Крутилки Это переживет Эмбер Висп Марс Никак Ну и Энчантрас И подавно Ну да Пережить это сложно Комбинировать Под Гримстроук Здесь вообще Чуть ли не каждый Может И Лич ЦК Там стан Выписать И Спиритбрейкер В общем Смотрим Смотрим Интересный Драфт слева За таким Просто Приятно смотреть Главное Чтобы не рассыпались С самого начала Хорошо отставили линии В принципе Все Перспективы Нормально Отстоять Линии Есть Это Сэнкинг Против Эмбера Абсолютно Играбельный Матчап Для того и Для другого От скилла Зависит Видел я Буквально В рамках Одной серии Пару дней Назад Где сначала Выиграл Один Потом Выиграл Другой То есть На одной Карте Один Убил На другой Карте Другой Убил К Против Марса Ну Тоже Постоит Единственное Что Под Веспом Будет Марс И Постоянно Будет Под Регеном Где-то Может Чуть Более Выгодно Для себя Размениваться Ну И Честно Говоря Хочется Посмотреть На Джиггернаута От Плеба Потому Что Не Самый Типичный Герой По-моему Для этого Игрока Тоже Вот Как Он На нем Будет Отыгрывать Супер Интересно ЦК У нас В боте Ну Для ЦК Игра На самом Деле Такая Неплохая Я бы Не Сказал Что Все Прямо Очень Плохо Но Эмбер Джиггернаут Конечно Мешают Довольно Довольно Сильно Опа 37 Поставляется Чайный Вкачал На первом Левеле 37 Погибает Мтд Забирает Себе Расплат При этом Гетан Назар Сим Забрали Только Две Руны Так Что Это Идеальная Ситуация Для Чилок На Старте Все Прекрасно Еще Мтд Фраг Достаточно Самое Главное Боттл Практически Уже Имеется Нужно После Первой Пачки Он Себе Его Понесет Удачи Маларину После Подобного Стоять Хорошо Эту Линию ФБ Конечно В Центре Для Игрока Центральной Линии Очень Сильно Может Решать Ранний Боттл Ты Просто Действуешь Более Агрессивно Еще Ренджа Теряет Маларин Дарклорд Здесь Выписывает Станчик По Омнаду Не Ну Дарклорд Вообще Эту Линию Может Мне кажется Неплохо Постоять С приобретением Реальти Рифта Только У него Пояс Способность Он Может Виспа Притягивать Под Лича И Довольно Легко С этим Виспом Справляться Доминик Против Плеба Не Самый Удачный На самом Деле Не Самый Удачный Сетап Для Леба Откровенно Говоря Потому Что Доминик В любой Момент Может Убежать В принципе Он Довольно Быстрый От Крутилки Убегает От Чего Угодно Убегает В принципе В центре Здесь Развлекает Сент Кинга В Боссе Немножечко Страдает У нас Пока ЦК Лич Ну ЦК В принципе Нормально 6-1 Лич Хотя Не Улич А Все Норм Хил Пока Не Тратил Так Джессу Правда Нечего Делать В топе То есть На гримстролг Как-то Помешать Джиггернауту Ну Разве Что Наверное За счет Эмбрейса Потом Замбрейса Единственная Наверное Опция При этом Ладин Он вообще Не парится Он оставил Плебов Соло Стоять На этой Линии Он уже Третьего Левела Кстати А сам Шел на Энчандр Тут Развлекаться Формить Кэмпы Тролля нашел Неплохо Въехать Просто В джиггернаута Начать Напрягать Пока Нет Энчандрес Просто Пробовать Разводить На Блэйд Фьюри Пусть Тратит Разводить На Хеленвард Если Он Качает Не Пытаются Вообще Вот Эта Линия В прошлом Патче Была Абсолютно Дикой Помню Как Спирит Исполняли Коллапс С мирой Коллапс Бегал Самым богатым На карте С десятками Киллов За 15 минут Чандрес Рушит Это все Приходится Фласку Использовать В центре Нормального Сенгинга Даже несмотря На ФБ От МТД Она стоит Очень достойно Снизу ЦК тоже Вроде как Фармит Ой-ой-ой МТД Подставляется Довольно Много Дэмэджа По себе Получает Приходится Нажимать Фейрик Неприятная История Зато Отлетает Джесс На топе Доминик Баш Прокает А если Разгонщика Разгонщика Нету И Вадим В итоге Просто Пьет Паску И отступает Плеб Тем временем Борется С Домиником На Гримстром Тяжело Гримстрок Очень тяжело На этой Линии То есть Он ничего Не может Сделать Для Атаки При Этом Он И Защититься Как-то От Связки Энчатрис И Джиггеннаут Тоже Не Способен Потому Простейшая Комбинация Энкс Вэл Под Разгон Спокойно И Делайте Фраг Прям Хорошо Для Эта Нас Артим Какие Килы Находить 24 На 7 25 На 7 22 На 3 20 На 4 По Креп Статам Вообще Все Очень Круто Еще И У Брат Рума Вот Это Удивительно Для Меня То Что Доминик Так Спокойно Фармит На Этой Линии То Он Берет Уверенно Да Плеб Ему Не Может Как-то Серьезно Помешать Но Все Таки Скорость Атаки Джиггернаута По Сравнению Со Скоростью Атаки Спирит Брейкера Вроде Выбор Очевиден Не Попадает Еще Из-за Дучка У нас Джесс При Этом Нападение Идет В него Сразу Нажимает Экс Вэл Пытается Атаковать В ответ На Молодина Не Получается Это Делать Джесс А Крипов То Здесь Даже И Нет И Погибает Тяжеловато Маларин Зато Шестого Левела Эпицентр Если он не планирует никуда ходить То Эпицентр можно Вкачать попозже Маларин Так Виспа Пытается напасть Две секунды Копье мимо Классно задоджили Замедлить Виспа Необходимо Очень быстро Передвигается ЦК У него есть Сапог И Сам по себе Он быстрый герой И Висп Тизером Никуда не успел Притянуться Есть Фраг Снизу Он Ми Его уже Побьют Со второго Захода При этом Спиритбрейкер погиб Аладдин Уже в тройке Что за жесть Маладин Отступает Еще нет Он отступает В центр Его находит Доминик Врывается Него Бэлла Не было Баш Неспокойно Замедлили Ладно При этом еще И соул Погибает Мэмбин Некстайм Перетянулся В центр В этот момент К МТД Руну Тот Не нашел В топе За респакт У нас руна Для Малрина Это дабл дэмэдж И Мэмбин Некстайм Сразу же Отправляется Обратно К своему Другу на Марсе Коунэду Коунэду Коуэду 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 На первом уровне Прокачки Ну да Под снятием Армура С реалити рифта Можно пробить Даже марсом Сейчас будет Еще одна попытка Уличався В кд Лича Добью И цк Разменяться Не сможет Просто в стену Будет биться Смотрим на натворсы 3200 у цк 3200 у джаггера Супер ровно идут Ребята Да в принципе Все линии ровно Кроме наверное Спиритбрекера Вот братром Немножко отстал По натворсу 2400 Ну это и предсказывалось В принципе 2700 при этом У марса Вот как раз Эти 300 золота Они решают Разницу Между корами команд Ну с другой стороны Спиритбрекеру На начальной стадии игры Ему так много и не нужно Да то есть ему вот Фейзы добрать Shadow Blade Какой-то условный И уже такой Супер активный Полезный герой Это одно из преимуществ На самом деле Этой тройки В то время как Марс Да ему Пока ты возьмешь Даггер Пока ты возьмешь Еще потом БКБ То есть ты С даггером Делаешь какие-то фраги Какие-то киллы Находишь Потом тебе нужно Еще Ну найти себе Где-то Блокимбар А Блокимбар Ты фармишь на Марсе Довольно долго На самом деле Это лаги Возвращается Да Майвенок стая Ну Лапендрос Сразу же Что случилось Моментально Она продолжает Продолжает Ребята Надо активнее Ска Наверное Играть В такой ситуации То есть В принципе Ует и Назер Тим Все довольно неплохо Да То есть Старт у них Ну нормальный Опа Еще одна пауза И бара Дисканалюся Так А да Он видимо там Что-то стоит на месте Потому что спрашивает Именно плеб Вот это Фэйрплей Самый настоящий А ну-ка Иди сюда Меж отвагой И глупостью Тонкая грань Так Ну Ждем Ждем Когда у нас Вернутся ребята Хочется напомнить На самом деле Про баннер Под нашей трансляцией Друзья Из винлайн Дают 2000 рублей На первый депозит На фрибет Можете кликать На этот баннер И соответственно Забирать 2000 И ставить их На доту Да В центре опять же Малрин Ему довольно далеко До блингдагера То есть у него еще 700 золота У МТД Ну у МТД вообще Все печально Ну как сказать По нотворцу Все хорошо Но до каких-то Первых ключевых Артефактов Ему еще Очень-очень долго То есть он Только-только Покупает Рубка рожен Плеб Опять не попадает Там Лича убивают Параллельно Лича убили МТД Выходит Кстати Но его Видят Прекрасно Доминик Врывается на него Не успевает Снять Фантом Замбрейс Нужен Ебаш Красиво Очень важный минус На самом деле От Ета Назар Тим Еще успевает Джессу здесь Застакать Большое количество Стаков на тройке Которые Сент Кинг Может спокойно Забрать Но тем временем С троллем И Катапультой Вышка в топе Может Да и упасть Может На самом деле Вот сейчас Доминик разгоняется Нет все-таки Забирают Ребят по очку При этом сразу же Фантом Замбрейс Чтобы Плеб не нажал Моментально Омни слэш Пачка подходит Вот теперь Не бояться Ребята Из ЮНТ У них шестой Получает Есть ультимейт Можно даже Попробовать Выйти В этого Джиггернаута С ультимейта Его забрать Правда Стоит котик Который его хилит Плеб Плеб Не решился Омни слэш Нажимать Но выход От всего остального Коллектива Челокс идет МТД здесь рядом Мы бинэкстаем Также на месте И должен погибать Джесс Очень быстро Доминик Уедет ли Доминик пытается Уехать Умни слэш Умни слэш На вот эту Последнюю Тычку Которая не хватало Для фрага Ну молодцы Двоих забрали И вышку Спушили Да Джиггернаут Богатый Получается Ну вот Супер Хороший выход От Чилокс Получился Семьсот Золото Впереди Блин Держит С другой стороны В него сейчас Малрин Эпицентр Есть Аркейн Руна Врывается Не успевает Нажать Блейфьюри Джиггернаут Сразу же Сайленс пошел Мэви Некстайм Так же здесь Подставляется И Мэви Некстайм Улетает Выживает Но при этом Плеб потерял Стрик Я дал его Малрину Что неприятно Зачисит Золото Хороший выход Еще и Эпицентр Под Аркейном Нажал Что самое главное Эскам Так что уже Скоро он откатится Умтеде Мтеде Успевает Уйти на Ревну При этом Доминик рядом Но опять же Не хочет тратить Незер Страйк Отступает у нас Эмбер Спирит Марс тоже приближается К своему блинку Который тоже Начнет Принимать участие В каких-то Тимфайтах Пока он вообще Не заметен Снизу Снизу много героев Сейчас Вот вопрос Будут ли Йотаназа Тим Защищать Эту вышку Эта пульта Подъехала Пачкой Быстро Разберутся ЦК Бежит Висп летит Если убьет Догонит Конечно Есть даггер А, не-не-не Там герои Там эмбер Там эмбер Да Там герои лишние Ну они двоих забрали Очень красиво сделали Все Дарклорд нажимает Утимейт Разворачивается Готов сам нападать Рифт в триф Качанный Достанет Не достанет Малорин Не догонит Не догонит Не догонит Дарклорд Спиритбрейкер снес таки вышку Он очень бедный Ему бы пофармить хорошенько Либо киллов наделать Одно из двух Я думаю киллы Сейчас пока он без шб Он не может так легко фармить Под Чардж оф Даркнес У Ю Ю МТД погиб Как же они любят сегодня Да Лоу ХП кидать Ультимейты Ну вот опять Атака Да На Кора Просто начинается С подкопа От Сент Кинга И все И дальше Не получается ни одной кнопки нажать Потому что на тебя вешают Сайленс И Любой герой будет умирать И Джигернаут Эмбер Кто угодно Несмотря на то что Они казалось бы Да Наиболее защищенные от магии Один урона меньше получает Другой не получает его совсем Но надо успевать реагировать Если вижен где-то Вижен имеется У Чилокс на своей тройке На подходе к своей тройке Вообще Я думаю о том что Спиритбрейкер здесь Пока еще не вкачал даже бульдоз То есть он без бульдоза играет А как только будет бульдоз у Спиритбрейкера Его будет очень тяжело Еще и подцепить Потому что контроля у Чилокс Откровенно говоря Супер мало Это Копье И чайны Все Все что есть у Чилокс Ну и в каком-то Гиперлейсе Это Башара Джигернаута Разгоняется в Энчандрас Энчандрас никуда не уходит Ни в коем случае Погибает Энча Все еще есть на Зевстрайк Пока даме никого не нажмало Ни разу Мог Они вообще не останавливаются Мне нравится как они играют В этой карте Первая получилась такая Максимально пассивная С Медузой Подождем пока Пофармят Потерпим Даже проигрывали много А тут просто Бей-беги герои Да пока есть связка Она должна работать Тем более что Тридцать седьмой Имеет чайник Солбайн Также в активе есть Малрин Готовится Нажимать Эпицентр Но пока не жмет Потому что не видит Персонажей Вот только сейчас Увидели Ладина При этом атака идет Тридцать седьмого Тридцать седьмой Еще точно себя нажимает Пытается выжить Импер Импер Там никого нет Такой симпайт Получился Ну там никого не было Да я думал Может контратаковать Будут А он типа Перед смертью Ульт выбросит Сенткинг там Ворвется Но все далеко Оказались Будет ли Вышка спушена После этого Сейчас узнаем Пока вроде нет Пока вроде не пушат Так В топ выдвигаются Онот Есть даггер Есть арена Арены тоже пока не было Малрин Ждет Если кто-то придет На эту пачку Но приходит Онот Не самая приятная цель Только с эпицентра Его забирать Но он не справится Тяжко Да И малрин Здесь должен быть аккуратней Увидел Кентавра И уходит Вообще Нужно нажать Еще один Смог Наверное Е12 Артим Пойти Какой-то минус Найти Потому что Джаггер Разгоняется Потихоньку У него Имеются молнии Яша Довольно быстро Фармит При этом Сами Сами ребята Из команды Чилекс Жмут Смог Марс Сенчатрос Опять же Даггер Арена Присутствует Один тоже Рядом Мтд Тоже хочет Молнии Все Против ЦК В том числе Очень классно Работает В дальнейшем ЦК Нужно будет Аккуратнее Пользоваться Своим Фантазмом Пытаются Выйти По центральной Вышке Получается Это сделается Но 37 И малрин Не дадут Естественно Просто так Это все Дело Забрать Да нет Тут не спушить Вот так Без героев Просто стоять И ждать Пока крипы Справятся Можно вечность Ка покупает Сабли себе Сенкин Конечно Хороший Получается 13 левел Имеет Сейчас шар Тебе возьмет Вот-вот Да, Сенкин Большой Так Малрин Нажимает Смог Засканили Дайр Сейчас территорию Увидели Джессу и Малрина При этом Разгончик Куда идет Разгончик Куда-то пошел На Плебо Пошел разгон Малрин-то рядом Малрин Иксвел Пошел на него Все видят Все видят Все видят Сенкинг Улетает сразу же Вот в этом плане Он молодец Он понял Что герой С контролем Отсутствует Он увидел Блэйк Фюри И сразу же Просто улетел Среагировал Моментально 37-й Поставляется 37-й Живет Какое-то время Стики еще имеется Чайник успевает Выбросить Очень больно Малрсу И убить их всех И Виз погибает А МТД Да куда МТД Два ремната еще есть На 57-й рискует Рискует Ну куда полез Выжил же уже Ну добирает Кстати Добирает Сейчас Да Ну так он сам виноват Не надо было вообще-то Долезть Блинки есть Подкоп есть ЦК добежит Стан дать И Не добежал Правда разгон Под Т2 Под Т2 Под Т2 Застанеть Стан доджится В этом прелесть Эмперспирита Что стан ЦК Ну какой-то чересчур Медлительный Да Он летит в вечность Уходит Маларин Красиво Красиво Ответили Это Назер Тим Очень крутой Учаяник получился При этом Мэбинах Ставится он Недом Интересно Полетили на Дарк Лорда Дарк Лорда ЦК ЦК Убьет 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 Не успел Поиграть Армлетом Даже Понятное дело Важнейший Минус для Плебо Можно попробовать Еще по Т1 Вышки Поработать Тридцать Страдает Тридцать Семой Отход Да Против Инчат Раз Тяжело И причем Посмотри Что Лич Купил Первым Слатом Купил Себе Сразу Шарт Ледяное Копье Или Пика Копье Наверное Да Копье Гримстрок Летит Не хотят Отдавать Центральную Вышку Понятное Доминик Не побежал Дальше Отменил Разбег Хочет выходить Вагоним Абсолютно Логичное Решение На спирит Брейкере В плане Закупки На этом Героя Ничего Не изменилось Уже Патча Два Или Три Все Покупают Одно И то И это Нормально Нормально Так Малрин Плеп Ходит В тройку Линьку Хочет Джайкер Кстати Как тебе решение Ваши Ваши Уже Ваши Против Спирит Брейкера Ну ты Наверное Не хочешь На Джаггернауте БКП брать Защититься От каких-то Точечных Продолжительных Станов Хотелось бы Особенно От лета Спирит Брейкера Доминик Ой Ну тут классно Марс ворвался По двоим Доминик Пока Кстати Живет Тридцатьседьмой Даже успевает Перед смертью Выбросить Ульт Который Дважды Отлетел Седьмой Уже Второй Раз На прям Супер Краполя Успевает Выбросить Этот чайник И убить Героя Ой Спайр Ты имел Ввиду Вот эту Штуку Лича Да 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 Это Шпиль А Шпиль Отлично Погибает Виск Кстати Мтд Мтд Также погибает Назерстрайк Эпицентр Не жалеет Малрен Эммер Спирит Минус Очень красиво Выходил Плюс Тысяча Золото Пока драки Ради драк Обжективы Вообще Не разрушаются То есть Команды Там Четыре вышки На двоих Сломали За почти Двадцать минут О Марс Напал на ЦК Ой Наоборот ЦК Напал на Марса Я уже Не в первой Игре Вижу Как Действительно Просто С иллюзиями ЦК Может Осилить Даже Такого Крепыша Как Марс Просто Если С иллюзиями Ты напал Неожиданно На него То Шансов У Марса Выжить Довольно Мало Очень Крутой Предмет Берет Дарклорд Садь Заметил Безум Сразу Понятим Погиб Опять же Супер Правильное Решение Да Да Против Марса Он у него Уже Есть Блокин Бар Джаггернаута Опасно Действует Ну Бульдоз Второй Имеется Не боится Особо Доминик Малорин Взрывает Пачку Да В этой Игре У него Старт Гораздо Лучше Чем Первый На Тимбире Поэтому Помню Что На Тимбире То Он Выиграл Нас Капаем Теорию Да Плохо Играешь Доту Побеждаешь Хорошо Играешь Доту Проигрываешь Ну Проверим Больше Четырех Тысяч Пользую Это Затем Разгоняется Разгоняется Собирается Покупать Он себе Кстати Эзерил Прикольно Подбит Джаггера Очень прикольно Пятером Смоок Етан Азертим Заходит Опять Enchantress, да Постоянно Enchantress стоит таким образом Чтобы в нее осознанно Так прыгали, да, это небольшая потеря Она быстро появится Но она таким образом Из-под удара тиммейтов Отводит Так, а вот здесь Ember Spirit Уходит, арена классная в троих Нужно какой-то урон, Джиггернаут бежит Чтобы дать урон в эту арену, правда Циката сильный из БКБ Марса убили, пока ситуация Четыре в три И уличаясь тюльтимейт Так Спиритбрекер привязали Да, хорошая арена получилась, спасла Ember Spirit В этой ситуации действительно Ну и по золоту Чуть-чуть совсем Да не, ровно, учитывая, что Килен Чандр Перед этим практически ровно Ребята Разменялись, но есть один момент Который неприятен для Ята Назер Тим Это потраченный Блокенбар на ЦК Девятисекундный И теперь выход в Тараску Хочет стать еще плотнее Опа А тут забрали 37 В этот трассе он не отдал Где-то застрял У него иногда в этой игре бывают проблемы С определением своего местоположения Какие-то локации непонятные занимают Пару раз так уже погиб Ну ладно, не страшно Все еще команда лидирует Все еще герои качаются Джаггернаут не самый сильный керри Ну мы знаем это по этому патчу Если был бы суперсильным, пикали бы гораздо чаще МТД Сейчас в него въедет Баратрум под Эксвеллом Еще Малрин сверху И минус Эмбер спирит БКБ как не скоро, да, Эмбера Посмотри, какой он бедный Да Уже беднее Доминика Вообще, если ты беднее Баратрумэн То я слышал, что это не очень хорошо Не очень хороший знак Но зато плеб большой Плеб прям очень большой У него линка летит, да? Да, у него линка летит Жесть Прям хорошая тайминговая линкет-сфера Саша Яша также имеется Мелл Штром У него линка, у соперника Егис О, Малрин Иии, да Ой, ну, что-то как-то пожанничали Да, вот сейчас, вот сейчас, вот так добьют При этом он это успевает поставить арену Плеб Сразу он мне славит Малрин А, он надеялся двоих задеть Он надеялся зацепить двух героев ЦК, кстати, еще не добил А может просто напасть на этого джеккернаута А что руками-то его не избить? А, нет иллюзий Нет иллюзий у Дарк Горда А вот теперь Не успевает Малрин, прыгай! Иии, после байбека ты куда? Даст Малрин Его пытаются догнать Мэмбинокс тайм Получает чайник еще к тому же Ульт леча пошел Пошел ульт леча Ой, как он там сейчас полетает нормально Эмбер погибает Эмбер погибает Еще и можно плеба попробовать забрать Плеб раскручивается Мэмбинокс тайм в этот момент оказывается замедлен Мэмбинокс тайм еще получает один стат Малрин врывается великолепно Олнеда Олнеда можно так же законтролить Олнед не попадает компьем На миник Все, еще здесь Олнед погибает от стан Алладдин вместе с плебом остаются вдвоем Дарк Лорд пытается играть армилетом Нет, получается крит прокает Плебо И это что, плюс Рошан Ля Чилкс тот самый Погоди, погоди Ситуация 2 в 2 Санкинг будет мешать Куда? Нормально Смотрим, спирит брейкер сейчас побежит Выкупиться могут несколько героев Никто не хочет, очевидно Неужто не помешает Санкинг Что по подкопу? Через секунду подкопа, блинк Позже, ну Надо, надо, надо Все, проспал момент Я, если честно, думал, что он будет прыгать А спирит брейкер получит вижен и побежит Ну да, что-то типа такого Но спирит брейкер вообще улетел на бот Изначально не планировали Ну слушай, отдали Рошана Потеряли боевые места Не было иллюзий Иллюзии были потрачены ведь на Рошана как раз, да И ЦК всю драку был без них Их очень не хватало, чтобы быстрее героев убивать Ваш главный дэмэдж дилер просто без своей главной способности И как же вот эти драки на Рошане, конечно, уже несколько раз переворачивали игру Что на первой карте мы помним, что на второй сейчас Выход в джесва Дагер аут Он от Будет его искать Не успевает А с беднейшим И в итоге гералокет неудачный Четка дэж, да Медник увидел героя, там от него нафиг Он же к соло не осилит Марса Эпицентр через 5 секунд Пытаться, видимо, подождать Так, а тут врыв без па Минус еще и джаггер нау Должен быть, по идее, есть Контроль на застрек Но на застрек зря, мне кажется Учитывая, что у джаггера есть он не слэш И все остальное И телефон еще к тому же есть 37-й, 37-й очень больно успевает Чайник кину, чайник разлетел Джаггер не стал улетать Флеб, плеб не врывается Минус флеб А почему действительно не улетел? Ну ладно Я был уверен, что, ну, если он так вот отходит То, скорее всего, это Блэдфюри тупо аут Он же понимает, что прямо сейчас сбить нечем Раз на застрайк потрачено Странно Можно было выжить В итоге Аегис, опять плохая реализация Но Чилокс, какая-то поплава началась Вторую карту подряд На стадии, на групповой стадии, по-моему В принципе, не поплава Ну да, сегодня Подведем итог И, возможно, с ними попрощаемся В ближайшие 20-30 минут И сколько тут осталось Ну это прямо очень жаль Потому что команда-то реально крутая Она не просто так четвертое место занимала Несколько раз Что в этом сезоне-то случилось такое Будут в следующем, значит Мне кажется, какой-нибудь из команд Надо уже челлендж себе поставить Надо 20 минут Например, выиграть два подряд Или три Что-нибудь такое Нет, МТД в этой игре вообще не пошла Это мой мидер Да, у МТД прям совсем беда-беда У него БКП-то есть? Да, есть БКП, кстати Он не нажал Так там он просто банально не успел среагировать Так, иллюзии начинают бить Ненчатрис Но Ненчатрис плохо пробивает Ну это смешное видео, да Хотя, Малрин И Астингсвел Но так вот позже Наверное, должны Брейкер еще подошел Да-а-а-а Дарклорд добивается Да и вышку заберут И Тараска летит ЦК Или не будут вышку забирать? Вообще должны А, серьезно, уже сердце Ничего себе Это сколько хп? 4 плюс 4? 500? Нет, 4 200 Нивея-то много очень И он, я думаю, способен пережить умни слэш Ну да, наверное, да У Плеба вообще Такие Шмотки, которые Ну только сейчас Появляется Мьелнир Вот теперь Вот теперь он умни слэш неплохой Потому что до этого У него, в принципе, на скорость атаки По факту была только Яша И Мэн Штром Ну такое То есть Такое себе Так, Атан А там Марса уже убили Ой, тут сейчас команда В игру может проиграть Без патча быстро потеряют Размен пока 2 в 1 Жекернаут, ну что Смотрим, как он умни слэшит Ага Ага Примерно 40% хп снял он ЦК Хотя, подожди Толпой убьют Убьют, убьют ЦК Сенткинга не было сразу А где тебе не видать? Вот это вот все Не знаю Ну ладно Ну у него Бутсов Тревел Он всегда где-то Это правда Мэминок сам бы обыкнулся Ну, хорошая драка получилась Действительно Залечилась 2000 отыграли Все прям Очень и очень неплохо Плеб пойдет Снесет Тир 2 Тавр А может пойдет Даже и Торгрипа Ковыряет немного 60 секунд Все-таки Скани будет И очень быстро Пачки сносится Тратится Глиф При этом Как-то отдефить Пока возможности не имеется Так Подожди-ка Плеб Без реки Но сейчас она появилась Сбивается Врывается Сенткинг Но при этом рядом Мэминокс Тайм Который выхиливает Плеба Доминик в итоге подставляется Чайник пошел Ну вы без ЦК Деретесь, ребята Нужно помнить про это Мэминокс Тайм Очень больно Мэминокс Тайм При этом все страдают Какой покоим шикарный Они похоронят их сейчас всех Жиггернауты обязательно Они просто взорвались ОНЕД Да куда же ты О, не, нормально МТД байбэк ОНЕД МТД И вот он байбэк Эмбера реализован На килом лича Ой, ладно Короче, это такая жесть Просто врывается Сенткин Они начинают драться Втроем Стоят в Сент-Шторме И все погибают Красота Красота Но при этом В пятером Сами отправились в таверну Грубо говоря Так, тут Дарклорд Дарклорд БКБ от МТД И уходит Девятисекундная Или восемь МТД понимает Что умирать сейчас Противопоказано Долго будет появляться И Рошан Ну понятно Да, там таймер Но он может появиться Моментально И можно вообще Напороться на такую историю Где вас будет меньше И вы просто без мидера Будете драться Из-за этого Рошана Пока это лучшая карта дня Сто процентов Это реально зрелищно Это куча киллов Посмотри уже За 60 перевалили команды 35 на 27 Жесть Очень много Очень много Да, именно по зрелищности Действительно игра крутая Но Выделяется кучей Различных ошибок На самом деле Как по мне Что с одной Что с другой стороны Количество мисплеев Просто зашкаливает И это прекрасно Ну Своеобразно Скажу так Хотя Вот Ето Назер Тим Я могу прямо сказать Что 37 Очень круто Отыгрывает эту игру И Малрин Малрин Вот Иногда он Конечно Ну Откровенно говоря Прыгает Вообще Непонятно Куда Да Как Вот Он прыгнул Перед Рошаном Байбэкнулся Опять Куда-то прыгнул Чуть не умер В общем Была просто Какая-то жесть А иногда он прыгает Ну вот Прямо как надо Вот Просто На стоп На 100 из 100 Номиник очень неплохо Тоже сейчас бегает БКБ практически А чё спиритбрейкер Такой огромный Слушай А гоним Шидоублейд БКБ На 32 Ну Пока нет Но Он всё ещё богаче Чем Эмбер Правда Уже беднее Чем Марс Он и Марса Одно время Пережал Но Марс В конце Там фрагов Насобирал В самом последнем эпизоде Ну там Марс Рефрешер Почти добрал Супер богатый Марс Конечно Так Плеб уходит С бот линии А туда как раз Идет вылазка Ед и Назар Тим При этом Доминик не с ними Но Доминик Понятное дело Всегда где-то рядом Что называется Дарк Лорд Выходит дальше При этом 37 Уже идёт в тройку Там находится Плеб Который фармит Вместе с Мэйби Некст таймом Ставится о Видели Плеба Сбили линфу Великолепно И при этом Забирают Джиггернаута Никак его здесь не спойти Малрин сбил Тизер Мэйби Некст тайму И за счёт этого Мэйби Некст тайму Тоже заберут Круто В очередной раз Два важнейших минуса И 85 секунд Без Джиггернаута Без байбека Должны сносить На самом деле Тир 1 Вышку в боте И Должны ждать Рошана Надо Рошана Да, ждать От этого сейчас Будут зависеть Дальнейшие действия Если вдруг Рошан появится То очевидно Если не появится То по объективам Поработать Какой-то тавр снести Полторы минуты Долгий таймер Не повезло Немного Дарклорд Ну хочет, конечно же Тем, кто вышку забрать Уладдин при этом Под тавром стоит 37-й где-то рядом 37-й подкоп Есть МТД МТД успевает Он после байбека Я напоминаю Нет, он не успевает 110 секунд МТД И Марс-арену вставит Но он один Кто урон-то будет В арену наносить Джаггернаута в оккупации предлагаете? О, ес Ну это единственный вариант Которая джокер Ой, ладно МТД Ну Знаешь, есть такое понятие Состояние потока У каждого спортсмена Вообще любого И это состояние Обозначает там Состояние Когда ты Находишься там Близ Наверное К 100% Своей формы Вот У МТД Какая-то ситуация Обратная По-моему В этой игре Потому что Ну Эмберу Очень грустно Прямо очень грустно Постоянно его Что-то цепляет Постоянно Он не может среагировать Потому что Барустрайк Остается практически Моментально Какой-то Спиритбрейкер В тебя вбегает Что-то Не знаю ЦК там Какой-то стан Неожиданный Выдал ты не успел Отреагировать Просто жесть Просто бедняга МТД Блаторн ЦК Я Обрадовался Что он Отказался От Мэтч Слеера Ну В смысле Добрал его Сразу же Потому что Мэтч Слеер Сам по себе Такой артефакт Да Посредственный Он Хотьбабок Хватило Что-то Джаггер Джаггер БКБ Хочет То есть Представляешь Себе Это Джаггер С Линькой И БКБ Мы сегодня Такого Что нас Спирита Видели Я не помню Рунетер С по-моему Линькой Да С Линькой И А да 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 Был Был Первая серия И его Невозможно Было Забрать Ой Ой Маларин Боти Нашел Двух И пытается Мэбин Хотьбабок Просто Убить Да Этого Урона Урона Хватает Запас Дальше Еще и Марса Перехватили Доминик Конечно Он же Получил Визу Не Ну тут Маларин Танк Кошмар Что делал Челакс Что вы делаете Релокейт Бот Это какая-то Такой-то Похорон Релокейт Получился Печаль Просто Печаль Еще 70 секунд Без Марса Есть Байбэ Конечно Но Я думаю Что сейчас Ету натертим Нужно просто Врошан Найти У них Есть Аванпост Тир-2 Вышки В топе Нету Тир-2 Вышки В центре Нету Фантазм Имеется Да Пойдите Пасовершен Заберите Блатторн Есть Вообще Зеленый Свет Пле Они хотят Еще и Вот это Молодого Человек Не успел А он бы Не смог Да Только С конимом Наверное Смог бы Если бы Таковой Имелся Не Не хотят Врошан Ити Хотят Ити В героев Нет Пачка Крипов Ладно Не Надо Что-то Делать Так Она затем Стоять Венчантрас Ну и Все Собственно Атака Венчантрас Окончена Да не Нужна Рошана Там ДД лежит В топе Это просто Я не знаю Вот это Как знаешь Майнгеймс Которым Три раза Прокола Играть За выход На мажор Вот примерно Так же Сейчас Дарк Лорду Все говорит О том Что нужно Все-таки В этом Рошана Забирать Его Проблема В том Что Уже Появился Марс Скан Имеется Но они Кстати Не успеют Даже сюда Прити Они Нажимают Смог Но если Нажмется Все-таки Дабл Дэмэдж От Дарк Лорда Да Вот теперь Рошан Упадет Очень быстро Малрин Малрин Все показывает Есть Блинк Дайгер Сразу Блинк Аут Есть информация Реальная ситуация Можна Вышла Куда-то Далеко Ну что Пойду Вот это Классическая Ошибка Ну точнее Это даже Не ошибка Это просто Такая ситуация Где тебе Приходится Собирать Два Защитных Слота И это значит Что пик Герой Сам по себе Был Не самый Удачный Эмбер Подставляется Но нажимает Блокенбар Хотя у Доминика Есть Дазастрайк Приквозил Он Неплохо Сбил Там Умни Слэш Пошел По Дарк Лорду Но Дэмэджи Нет Дарк Лорд Все Джигеннад Ваще Джигеннад Ушел Просто Байбэк Ну Аегис Потратили Но при этом Не ну Они троих Забрали И Выбили Байбэк Это круто Да Драка Крутая Драка Супер Крутая Я не знаю Как человек С Нужно перевернуть Тимфайт Ну вот Сейчас было видно Что ЦК пробился Вполне себе Надо сделать То же самое Наверное Чтобы Убить его Цинкинг Уже там Маурин Конечно Потрясающий Матч проводит У него 14-3-20 14-3-10 У Дарк Лорда Маурин Оп Пытается Уже Марс боится Ну да Не А он огромный У него Этериала И Он Огоним Хочет сделать С Огоним Так это Вообще Будет Машина Просто Будет Там За пол Карты Бару Страйк Нажимать Плед Погиб Центре Что И Владим Тоже Погибает Ну и все Собственно Все Ну то есть Тут минус сторона 100% А тир 2 вышек Больше нету Ты знаешь Надо идти проверять Надо идти проверять Байбэки Дарк Лорд Вторую сторону Они должны понимать Что там по байбэкам происходит Они понимают Что у Джаггернаута Он по идее должен быть Но они не знают Что ему денег не хватает Поэтому выбирают Вторую сторону Там левелер Да Вторая сторона падает Через 20 секунд Ультимейт Кстати Джаггернаута Деньги Неоткуда им накапать Кстати Нет Есть руна А сколько МД дучас Не хватит Да наверное Четыре сотки Да не-не-не Не хватит Точно Нет Точно нет МТД В сосаде Дарк Лорд Начинает бить Т3 Онед Онед Доминик Его видит Но это арена В одного Спирит Брейкера Который в этой арене Еще и готов драться МТД Очень больно Мэйбинэксайм Успевает его увезти При этом Маларин прыгает Очень больно Марсу Марс погибает Это все без Джаггернаута МТД Также без БКБ Не может драться Абсолютно никак Маларин Есть эпицентр Очень больно Мэйбинэксайм Мэйбинэксайм Уезжает МТД Также на фонтане Третья сторона Падает у команды Чилокс И это похоже на ГГ Которая сейчас И прописывает Ладин Чилокс Покидают Дота 2 Чемпионс Лиг Десятого сезона А это Назар Тим Неожиданно На самом деле По коэффициентам От наших друзей Из Винлайн Баннер Которых есть Статика транслянс На который можно нажать Получить 2000 рублей При этом Все же Побеждают И проходят В стадию плей-офф Вау Круто Да Это было неожиданно На 2-0 Я боюсь представить Там вообще Какой кайф был Если бы предположить Что около 6 Тем не менее Выигрывают Вопреки И выбивают Чилокс Турнира В плей-офф Стадии мы их Скорее всего Не увидим И все места В группе Б Определились Первое место Рунитерс Сухарики Второе Новоманки Бизнес Третье Это у нас Затем Четвертое место Ну и Чилокс И Чипсы Турнир покидают В группе А Узнаем Остальные расклады Уже завтра Да Завтра Что у нас там вообще По матчам Завтра у нас Так Кто у нас вообще Должен играть Сейчас посмотрим Там На Уссори Два матча играют На Уссори Тандерсы Новая Гидра Х3 Да На Уссори против Тандерсов и Новый И Х3 против Гидры Ну да Посмотрим Что там будет В группе А В группе Б Уже действительно Все стало понятно Поздравляем И это Назар Тим С проходом дальше Ну и на сегодня Матчи у нас Также заканчиваются Так что Мы с Морталисом Будем прощаться Хорошие мы сегодня Игры посмотрели Все определили В второй группе Будем смотреть Что будет дальше На Дота 2 Чемпионс Лиг Десятого сезона Дота 2.руха Все соцсетки У вас есть Там вся информация Всегда находится Всем пока-пока Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok